Добрый день, ребята! Я рада вас сегодня видеть. Откруте, пожалуйста, свои рабочие тетрадки, запишите дату и тему урока. Мы сегодня с вами повторяем материал по морфологии. Какой части речи можно отнести каждое из данных слов? Запишите слова и укажите часть речи. Я думаю, вы все справились. Курск – это существительное. В предлог майский прилагательное. По предлогу удивительное прилагательное. Весна существительная. Зацветут глаголы. Девятое числительное. Не частица. Мы местоимение. И союз быстро на речи. Скажите, пожалуйста, на какие две группы делятся части речи? Все верно. Части речи делятся на самостоятельные, служебные. И междометия не относятся ни к самостоятельной, ни к служебной части речи. В современном русском языке различают самостоятельные части речи – это имя, существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория, состояние. И служебные части речи – это предлоги, союзы и частицы. Самостоятельные части речи имеют лексическое значение, морфологические признаки являются членами предложения. Служебные части речи соединяют слова в предложении, союзы соединяют простые предложения в составе сложного и частицы указывают оттенки значений или служат для образования формы слова. И междометия или, другими словами, звукоподражания – ау, иа, и т.д. Служебные части речи называют предметы, признаки, действия, количества, являются членами предложения, употребляются без и вместо со служебными частями речи. Служебные части речи, в отличие от значимых частей речи, они не называют предметы, признаки, действия, количества и не изменяются. Междометия составляют особую часть речи, не входящую ни в самостоятельные, ни в служебные части речи. Не изменяются, не являются членами предложения, но могут употребляться в значении других частей речи. Информацию по ходу объяснения и повторения прошу записывать в тетрадь. Примеры. Самостоятельные части речи. Существительное. Стол, девочка. Наречие. Холодно, быстро. Прилагательное. Голубой, красочный. Глагол. Делать. Причастие. Бегущее. Ей причастие. Играя. Категория состояния. Было весело. Было тепло. Числительное. 2, 16. Местоимение. Я ему. В служебной части речи предлог к, за, союзы, и, когда, частица, разве, бы, и междометие. Ох, ах, ужас. Найдем в предложении самостоятельные части речи, служебные части речи и в следующее задание предложение найти междометие. Запишите, пожалуйста, предложение и подпишите части речи. В первом предложении мы выделили служебные части речи в овал. И междометие мы выделили квадрат. Все остальные относятся к самостоятельным частям речи. Прошу вас уточнить, какие самостоятельные части речи мы встречаем в предложении. Например, слово «утро», кроме того, что самостоятельная часть речи, еще и является существительным. Потемки – существительным, реже – наречие, сток – существительное, высица – глагол, сеновал – существительное, месяц – существительное, мимо ежи – существительное, зарывшись, причастие – переночевал глагол. Записали, указали. Повторим орфографию. Дефисное и слитное написание сложных имен прилагательных. Ярко-зеленый. Что обозначает? Конечно, обозначает оттенки цветов. А мы помним, что если обозначает оттенки цветов, то пишется через дефис. Юго-восточный. Скажите, от какого существительного оно образовалось? Юг и восток. Сложные прилагательные, образованные от сложных существительных, которые пишутся через дефис, тоже пишутся через дефис. Юго-восточный будет писаться через дефис. По ходу объяснения, если вы забыли правило, записываем примеры и пояснения. Правило необходимо выучить. Кисло-сладкий. Скажите, от каких слов образована данная прилагательная? Кислый и сладкий. Какой союз можно вставить между ними? Конечно, союз «и». Сложные прилагательные, образованные от сложения равноправных слов, между которыми можно вставить союз «и», пишутся через дефис. Кисло-сладкий. Право-бережный. Скажите, от каких слов образовалось имя прилагательное? Правый и бережный. Как пишутся эти прилагательные? Сложные прилагательные, образованные от подчинительных словосочетаний, пишутся слитно. Правый берег. Право-бережный. А теперь следующее правило. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Помним, что в первом и втором склонении мужского рода мягкий знак не пишется, только пишется у имен существительных женского рода третьего склонения. В кратких прилагателях мягкий знак на конце не пишется, горяч, пахуч, колюч, пишется только в глаголах в неопределенной форме, то есть в инфинитиве, в глаголах второго лица единственного числа, во втором лице сорвешь после шипящих, и в повелительном наклонении плачь. Если кто забыл, зарисуйте данную табличку и выучите. Какой алгоритм написания мягкого знака мы можем с вами записать? Выясняем часть речи, какая часть речи, если это существительное, мы выясняем какое это склонение, если первый, второй мягкий знак не пишется. Если третье пишется мягкий знак, если это краткое прилагательное, мягкий знак никогда не пишется. Дальше смотрим, если это глагол, смотрим в какой форме он стоит, если стоит в форме единственного числа второго лица, мягкий знак пишется в неопределенной форме, или в инфинитиве мягкий знак пишется, и в повелительном наклонении мягкий знак пишется. в наречиях, всегда пишется мягкий знак, кроме слов исключений. Уж замуж не втерпёшь. Запишите, пожалуйста, данный алгоритм, который вам поможет в данной орфограмме. А теперь выполните задание. Ставьте, где необходимо, мягкий знак и в скобочках напишите пояснение. Продолжение следует... Проверим. Если вы допустили больше трёх ошибок, значит вам необходимо выучить данное правило. Теперь работа с учебником. Вам необходимо выполнить упражнение номер 619. Вы должны списать данное упражнение, в словах с пропусками букв обозначить изученные орфограммы и указать падежи именных частей речи. Я надеюсь, что вы все справитесь с данным заданием. Выполняем работу. После того, как вы выполните данное задание, откройте, пожалуйста, дневнички и запишите домашнюю работу. Вам необходимо повторить изученный материал, повторить словарные слова и выполнить упражнение 620. Здесь вам нужно, прочитая текст, выписать по два примера числительных, простых и составных, с мягким знаком на конце, с мягким знаком в середине и обозначить орфограмму. Благодарю за внимание. До свидания.